Ученые из Севастополя и Херсонской области ищут источники поступления токсичных веществ в реку Салгир. 20 марта сотрудники Института биологии Южных морей имени Ковалевского РАН вместе с коллегами из Научно-исследовательского центра прессоводной и солоновотоводной гидробиологии провели совместную экспедицию. Они взяли пробы воды и кернов донных отложений из Салгира у сел Пятихатка, Красногвардейский район и Красная Зорька, Симферопольский район. По результатам их исследований ученые смогут определить временной период, когда пестицидная нагрузка и экологический риск от влияния токсичных хлорорганических соединений здесь были максимальными, а также рассчитать общее количество пестицидов, захороненное в верхних слоях донных осадков. В этой экспедиции ученые поставили задачу отобрать образцы стволов деревьев, которые могут накапливать из окружающей среды загрязняющие вещества и сохранять их в годовых кольцах. В настоящее время в исследуемом районе идет вырубка подсохших многолетних деревьев, и мы смогли воспользоваться свежими спилами стволов сафоры и абрикоса, в которых методом дендрохронологии определили возраст деревьев – 56 лет. Известно, что при сжигании древесины могут высвобождаться различные химические вещества, которые были накоплены в деревьях в течение их жизни. В ближайшем будущем нам предстоит определить, какое количество органических веществ в древесине может сгореть, а какое станет источником их вторичного поступления в окружающую среду, в том числе в реку Салгир, сообщила начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии «Инбиум», кандидат биологических наук Людмила Малахова. Салгир является самой длинной рекой Крымского полуострова. В конце XIX века качество воды в нем ухудшилось и ее перестали употреблять для питья.